Параграф 12. Движения земной коры. Вековые движения земной коры. Под воздействием могучих процессов, протекающих в кипящей средней мантии, поверхность Земли находится в медленном, незаметном для глаз движении. Особенно хорошо последствия этих движений видны на морских побережьях. Помните, в прошлом году мы говорили о викингах? На всякий случай напомним. Жили викинги на самом севере Европы, на Скандинавском полуострове, там, где сейчас находится страна Норвегия. Были они не купцами, а морскими разбойниками и держали в страхе всю Европу. На кораблях, которые назывались дракары, то есть драконы, они совершали дальние плавания вдоль берегов Европы. Но рано или поздно моряк возвращается домой. Возвращались и викинги из своих плаваний. А берега у них на родине такие, что пристать и вытащить судно на берег невозможно. Это просто отвесные скалы. И викинги приспособились. Они вбивали в скалу толстые кольца почти на уровне воды и к ним накрепко привязывали свои корабли. Получалось, что они привязывали дракары непосредственно к скале. Никакой шторм им был не страшен, ведь корабли составляли единое целое со скалой. Прошло много сотен лет. Уже нет викингов, и дракары не пугают жителей на берегах Европы. Но причальные кольца сохранились. Только есть одна странность. Теперь они находятся не на уровне воды, а на высоте примерно 9 метров над ее поверхностью. Этому может быть только два объяснения. Либо уровень воды понизился, либо увеличилась высота берега. Уровень воды опуститься не мог, ведь он должен был понизиться не только у берегов Норвегии, но и во всем мировом океане. Но для этого сотен лет мало. А если это невозможно, остается у нас второе объяснение. Увеличилась абсолютная высота берега. То есть земная кора в этом месте поднялась. Происходило это очень медленно. Подсчитайте. Викинги жили около 900 лет назад. Причальные кольца поднялись на высоту 9 метров. Подсчитали? 1 сантиметр в год. Скажем прямо не быстро. Медленно, но зато долго и непрерывно. А в результате наше удивление при виде причальных колец на высоте третьего этажа. Где-то земная кора поднимается, где-то она может и опускаться. А это значит, что по поверхности нашей планеты ходят огромные, но очень медленные волны. Вверх-вниз, вверх-вниз. Такие движения земной коры называются медленными или вековыми. Давайте запомним. Медленные или вековые движения земной коры это вертикальные движения поверхности Земли со скоростью до нескольких сантиметров в год, связанные с действием процессов, протекающих в ее недрах. В результате медленного опускания земной поверхности огромные территории могут быть затоплены морем. Длительное поднятие может привести к противоположному результату. Дно моря станет сушей. Почти повсеместно на восточноевропейской равнине можно найти забавные, свернутые в тугую спираль окаменившие раковины. Кому они принадлежали? Как и все раковины, эти были домиками для моллюсков. Спиральные раковины принадлежали морским моллюскам, которые называются аммонитами. Их далекие потомки и сегодня живут в морях. Если мы обнаруживаем на суше раковины древних морских животных, это может означать только одно. Нет, их сюда никто не принес. Это значит, что на месте суши раньше было море. И куда же оно, спрашивается, делось? А куда ему деться, если собственное дно начинает подниматься? Отступило. И, возможно, на том месте, где несколько сотен миллионов лет назад резвились беззаботные аммониты, теперь сидите вы и читаете этот учебник. Давайте запомним. В результате вековых движений земной коры на поверхности Земли сухопутные условия могут сменяться морскими. И наоборот. Быстрые движения земной коры. Итак, земная кора совершает медленные движения. Понятно, что если есть медленные движения, должны быть и быстрые. К чему же приводят эти быстрые движения? К хорошо известным землетрясениям. Большинство из нас, они знакомы по рассказам и картинкам. Ничего приятного в этом природном явлении нет. Но обсудить причины его образования и последствия его действия мы можем. Землетрясения возникают из-за резких разрывов и смещений горных пород на большой глубине в литосфере. Место, где происходят эти нарушения, называются очагом землетрясения. Бросьте в воду камень, и во все стороны от места падения пойдут волны. То же самое происходит и в земной коре, если в ней возникает очаг землетрясения. Во все стороны от очага распространяются колебания. Там, где эти колебания достигают земной поверхности, и происходит землетрясение. Где будут наиболее сильно ощущаться подземные толчки? Очевидно, что чем ближе к очагу, тем сильнее. А какая точка поверхности земли расположена к нему ближе всего? Конечно, точка, которая лежит точно над очагом. На самом деле, это, конечно, не точка, а целый район. В этом районе могут быть самые сильные разрушения. А называется он эпицентр. Эпи в переводе с греческого означает над, а греческое слово центр в переводе не нуждается. Давайте запомним. Землетрясения связаны с разрывами и нарушениями целостности горных пород в литосфере. Зона, в которой зарождается землетрясение, называется очагом землетрясения, а район, расположенный на поверхности земли, точно над очагом – эпицентром. В эпицентре колебания земной коры особенно сильны. Наука, занимающаяся изучением землетрясений, называется сейсмологией. От слова «сейсмос» – колебания. Ежегодно на Земле происходит почти миллион землетрясений. Большинство из них слабые и почти незаметные. Однако все они четко фиксируются чувствительными приборами, которые называются сейсмографами. Это слово вы можете перевести с греческого самостоятельно. Сейсмограф работает на основе принципа маятника. На любые, даже самые слабые, колебания земной поверхности чувствительный маятник обязательно отреагирует. Маятник очнется, и это движение приведет в действие перо, оставляющее след на бумажной ленте. Чем сильнее землетрясение, тем больше колебания маятника и заметнее след пера на бумаге. Силу землетрясений измеряют в баллах. Для этого разработана специальная 12-бальная шкала силы землетрясений. Силу землетрясения определяют по последствиям этого опасного процесса. То есть, по разрушениям. Давайте запомним. Сейсмология – наука, изучающая землетрясения. Сила землетрясения определяется по произведенным им разрушениям. Самые сильные землетрясения – катастрофические. Они имеют силу 11-12 баллов. Специалисты могут определить не только силу землетрясения, но и место расположения, глубину залегания очага землетрясения. Землетрясения возможны далеко не везде. Большинство из них происходит в характерных районах планеты. Эти районы имеют форму поясов шириной в сотни и длиной многие тысячи километров. Называют их сейсмическими поясами. Самые крупные сейсмические пояса – Тихоокеанский и Альпийско-Гималайский. Тихоокеанский пояс буквально опоясывает со всех сторон Тихий океан. Давайте запомним. Большинство землетрясений возникает в районах сейсмических поясов, самый крупный из которых – Тихоокеанский. С движениями вещества в недрах Земли связано красивое, но грозное явление – извержение вулканов. Магма Средней Мантии стремится найти выход на поверхность Земли. Выход она находит там, где земная кора имеет наименьшую толщину. Излившаяся через возникающую трещину магма превращается в лаву, которая в виде потоков растекается во все стороны. Все это сопровождается взрывами, выбросами облаков раскаленного газа и пепла. Извержение рано или поздно заканчивается, и лава застывает. Так образуются изверженные магматические горные породы. Через некоторое время происходит новое извержение, и на поверхность выбрасывается новая порция вещества из мантии. Так постепенно формируется вулканический конус. Благодаря такой конусообразной форме вулкан всегда можно отличить от простой мирной горы. Извержение представляет большую опасность для людей, живущих у подножия вулкана. К счастью, вулканы могут существовать далеко не везде. Чаще всего они возникают в пределах сейсмических поясов. Давайте запомним. Вулканы – это конусообразные горы, сложенные из изверженных горных пород. Возникновение вулканов связано с прорывом на поверхность Земли вещества из мантии. Чаще всего это происходит там, где земная кора имеет небольшую толщину. Повторим главное. Медленные или вековые движения земной коры – это вертикальные движения поверхности со скоростью до нескольких сантиметров в год, связанные с действием процессов, протекающих в недрах Земли. В результате вековых движений земной коры на поверхность Земли сухопутные условия могут сменяться морскими. И наоборот. Быстрые движения земной коры приводят к землетрясениям, которые связаны с разрывами и нарушениями горных пород в литосфере. Изучением землетрясений занимается сейсмология. Большинство землетрясений возникает в районах сейсмических поясов, из которых самые крупные – Тихоокеанский и Альпийско-Гималайский. Вулканы – конусообразные горы, сложенные из изверженных горных пород. Возникновение вулканов связано с прорывом на поверхность Земли вещества из мантии. Чаще всего это происходит там, где земная кора имеет небольшую толщину.